Павел Николаевич, добрый день. Сегодня сочельник преддверия православного Рождества. Знаете, в декабре, гуляя по совхозу, заезжаю сюда, знаете, к другу, зашел к православный храм и узнал историю. Оказывается, вы построили храм. Мы, а коллектив совхоза. Народного предприятия. Для себя или для людей? Не, а получилось как? У нас же вокруг очень много храмов, достаточно больших. И в Видном есть храм в нашем городе, районном. И в Беседах очень старый храм, храм в острове, который, где меня крестили, он вообще еще соблюден у Ивана Грозного. Их всего два таких храма, в Коломенском и вот в острове. Это памятник и архитектура, но одновременно действующий храм. И, казалось бы, храмов много, но у нас больше, когда мы начали строить, больше 500 пенсионеров, которые, конечно, такое транспортное сообщение, очень неудобное. Легче даже в Москву доехать в храмы, чем доехать по району, в Тарачево или в Беседы. То есть автобусы так крайне редко ходили. И всегда у наших пожилых людей было такое желание, чтобы храм был в совхозе. А мы привыкли выполнять желания наших пенсионеров, в том числе почетных жителей. И мы с главой администрации тогдашней, Еленой Ивановной Добренковой, задумывали построить храм. Вызвали, попросили приехать благочинного. Мы ходили с ним по всему совхозу и смотрели, какие места лучше. Ну и приняли решение, потому что у нас в генплане этого не было, но есть такая компоновка совхоза, когда все общественные территории, которые, значит, нужны, они концентрируются в центре поселка. И получилось так, что дворец культуры, мы там бассейн собирались строить, парк для отдыха и одновременно храм. Мы решили вот в этом центре сделать, прямо напротив детского сада. Ну и привязали этот храм. Причем очень интересно получилось. Мы хотели что-то не придумывать свое, а что-то старинное русское взять. А оказалось, что в России до революции 80% храмов было не церковные, а приходские. То есть они принадлежали приходам. Общинные. Общинные, да. Помимо домовых храмов, которые были, были еще вот приходские. Мы решили построить храм. Причем взяли проект старый. В Москве есть такой храм еще 18 века. Постройки он был построен купцами. Но нам очень понравился сам храм. То есть это не новодел? Это не новый проект? Нет, это проект не новый, но в него не сильно изменения. Потому что у того храма, который мы взяли в качестве образца, у него не было подвального помещения, то есть цокольного помещения. А нам хотелось, чтобы там еще была трапезная, чтобы там была воскресная школа, то есть класс учебный, крестильная. И мы решили все это переработать. Наняли проектировщика, который нам сделал цокольный этаж. Туда разместил все вот эти вот подсобные. Кухню, помещение, где батюшка отдыхает. Потом ризница там. Значит, ну и вот все это так компоновали и начали строить. Причем ясно, что мы все-таки плодово-ягодное предприятие. И поэтому для нас преображение Господне является вроде как престольным праздником. Поэтому мы решили, что храм будет преображение. Глава администрации дала разрешение. Тогда это было просто разрешение строительства. Мы его сориентировали как положено. Благочинно его осветил. То есть сначала мы начали строить. Причем строили на деньги коллектива. Никаких частных пожертвований не привлекали, потому что достаточно устойчивые экономические предприятия. Поэтому решили все сделать сами. Ну и потом, как интересно получилось, когда мы начали строить храм, стали благочинного просить найти нам хорошего священника. Потому что все-таки душа храма – это священие прежде всего. С людьми, кто будет трава. Да. И нам повезло. Нам предложили отца Николая. Он до этого работал в Ленинском районе. То есть служил в главном храме, в Виндомском. Георгия Победоносца. И вроде как батюшка благочинный сказал, «Да, хорошо, мы вам его сюда отправим». Ну и получили такого очень хорошего священника. Ну а потом начали уже делочные работы. В общем, строили тоже по канонам. Там же, если вы ходили, обратили внимание, что пол – вот такие же полы, как были обычно во всех храмах, еще построенных в XIX веке. Ну и дальше роспись, иконостас. Все это делало хозяйство. Ну а потом батюшка оказался очень таким, скажем так, приверженцем храмов греческих. Он очень любит греческое песнопение. Стали ездить на Афон. И первый раз, когда мы с моими товарищами поехали на Афон, в том числе, вообще надо понять вообще смысл. Когда-то до революции совхоз имени Ленина, земли совхоз имени Ленина принадлежали садовым, есть такое понятие, коллективные садоводы. Коллективные сады москвичей были здесь. И Пережинский монастырь имел часть земель. И мы, когда делали... То есть хозяйство, когда создавалось, это было на земле Перевенского монастыря. И я познакомился с отцом Владимиром, он архимандрит. И он служит в Перевенском монастыре. Он его, в общем-то, создал, то есть восстановил. На 95-е годы он занимается восстановлением. И там, кстати, семинария именованного Сан-Николая нам предложил, потому что тот заканчивал семинарию. И мы с ним поехали на Афон. Такое интересное слово сказали. Мы с товарищами. Как вот коммунистические идеи с товарищами сообразуются... Нет, товарищи были и до революции. Против фразы такая, товарищ министр. Это же замминистра назывался товарищ министр. Мы с моими товарищами... Первый раз я поехал на Афон, в составе такой большой делегации. Мы там ездили по храмам, по монастырям и увидели очень интересную живопись. Есть такая белозерка, иконописцы белозерского скита. И они очень действительно красивые иконы пишут. Я когда увидел эти иконы, влюбился, и мы заказали там иконы. И вот иконы, которые стоят в Киотах у нас, это все исключительно иконы, описанные на Афоне. А самая первая икона, которую... Специально заказывали для храма здесь. А самая первая икона Иверской Божьей Матери, она тоже приехала с Афона, только она больше 100 лет подписана. И ее отреставрировали, привезли. И она такая древняя икона, очень известная, икона Иверской Божьей Матери. И там мы заказали иконы, потом уже с отцом Николаем ездили туда, забирали эти иконы, потому что везли их сами. Это сложно перевозить. И все, нам помогали священники из Афона. Отец Апроамий очень большое внимание нам уделял, помогал нам. Потом сюда приезжал. Афонский монах, который в Ските живет, мы там у него долго жили. Поэтому такая история довольно так писанная уже в нынешнее время, но такая довольно интересная. А потом храм стал востребованным. Ну, конечно, это благодаря батюшке и благодаря тому, что мы, в общем, так его правильно поставили. Поэтому там большое количество прихожан. Мы когда-то больше года, наверное, содержали его, то есть даже зарплату им платили, а потом уже они сами встали на ноги, слава богу. Поэтому храм до сих пор нам принадлежит. Мы его, ну, как-то всячески ему помогаем. Хотя, конечно, сейчас уже он востребован очень сильно. Посмотрите, какое количество людей ходит на службы. Ну и, конечно, это заслуга и отца Николая прежде всего. Знаете, удивительное священие. Я зашел средь бела дня, ну, рабочей недели. Понятно, что не ожидал кого-то увидеть, но не увидел никого. Но богослужение не прекратилось. Он один служил в храме. Не, ну, очень. Службу проводил. Не, ну, я не знаю, как я понимаю. Какой попали на рабочей неделе. Потому что, вот, знаете, я... Меня поразило то, что он не отменяет ничего. Он служен как положено. Богослужение происходит. Ситуация другая. 300 человек. Вот я смотрю, когда вот, ну, престольный праздник наш, или когда большие праздники церковные, то там очень много народа. И приезжает из Виевного, из других территорий. Наш-то все сюда ходят. А очень много еще людей, которые приезжают с других мест, чтобы, ну, в нашем храме, вот, исповедоваться, и причаститься, и помолиться. Поэтому, и иногда, мне кажется, что мы маленький храм расстроились. Потому что, когда входишь, и войти уже нельзя, потому что очень много людей. Да. Можно про Афон спросить? Вот ваши первые ожидания, когда первый раз вы поехали. Что вы ожидали? Вот на что вас настроили? Что вам рассказывали? Ну, тебе ничего не рассказывали. Мы как-то так собрались и сказали, что вот мы поедем на Афон отец Владимир, который в Никола-Пиренском монастыре является, вроде как, главным. Он сказал, что поедем на Афон. Он сказал, хорошо, поедем. Я давно мечтал побывать на Афоне. И мы туда поехали, очень много монастырей посетили. Это очень интересно. И эта история наша. И, кстати, в этот момент мы смотрели, как мы построим храм. То есть, как мы его отделаем. Строить мы его уже начали. А как мы его отделаем, мне очень понравился, там есть илинский скид, построенный, кстати, русским царем. Это русские же все были в монастыре. И потом, к сожалению, они отошли к грекам. Но это как раз в период Советского Союза, когда мы практически перестали поддерживать афонские монастыри. И они постепенно все стали приходить в упадок и отошли к греческой диаспоре. Но на самом деле интересно там, то есть, видно русский дух и русские подходы к строительству церкви, к отделке церкви, и вот Андреевские и Илинские скиты, которые там есть, они очень показательны. И последний, кстати, был, по-моему, в 1906 году еще царь его строил. Мы решили, что иконостас мы сделаем так, как вот там. Ну и, правда, иконы на иконостас мы заказывали здесь, потому что это слишком дорого возить оттуда иконы. А вот в Киотах все иконы из-за фон. Ну и ездили, конечно, это незабываемое впечатление, конечно. Есть что-то личное, какое-то переживание, чем можно поделиться для всех? Да нет, вы знаете, личными переживаниями лучше не делиться. Это личные переживания. Но вообще, по-моему, каждый христианин должен поехать туда, потому что это, конечно, самая, наверное, главная святыня. А другое дело, что сейчас из-за этих вот ограничений, конечно, туда вообще попасть довольно сложно. Но потом еще вот этот раскол-нераскол между русскими и греками. Ну, это, кстати, я думаю, пройдет это все наносно. Потому что все равно православных, кстати, становится, к сожалению, все меньше и меньше, по сравнению с мусульманами. Они должны, наоборот, объединяться. И вот это вот тяжелое. Нет, вы знаете, я думаю, что тут есть мое личное наблюдение, что нас всегда объединяет, особенно вот славян православных, большая беда. Вы не заметили, что вот как только, я говорю, только две вещи объединяют наших славян. Это первое, дети. Если у детей проблема, все собираются сразу в школу, на родительское собрание. Вот это вот соберешь сразу людей. И второе, это общая беда. Она и в мелочах проявляется. Вы знаете, никого не соберешь на общее собрание, пока воду не открутишь. Вы только эту воду отключил, у них сразу общая беда, и они себя сразу собирают. Ну, или клуб, вот как у вас захватить пытаются. Там же дети. И тоже общая беда. И тоже сразу люди все собираются вокруг и понимают, чем это грозит. Ну, да. Поэтому, ну, пока такой большой общей беды видно не было, но православие объединится обязательно. Потому что это же видно, что ни в коем случае нельзя и не православным странам между собой воевать, и не православным друг на друга идти. Я однажды, знаете, услышал выражение от одного американца. Он говорит, Америка взяла христианство без креста. Ну, такое популярное христианство. А Россия взяла крест без христианства. Несут тяготы все вот эти вот. А христа порой мало знают. Нет, нам наоборот, мне кажется, нужно объединение сейчас особенно. Очень нужно. Потому что общая ситуация такая очень тяжелая. Я имею в виду и в мире. И в нашей стране. В нашей стране, да. И поэтому только объединение может нас спасти. В церкви многие объединяются у нас. Я смотрю, потому что очень много крестин. Отец Николай постоянно крестит кого-то. Это у них, кстати, хорошо. Потому что у нас так получилось, что у молодежи много стало в совхозе за последнее время. Новые дома объехали плюс на молодые. Они рожают. С одной стороны, конечно, это проблема. Потому что не хватает детских садов, мест в детских садах, школах. С другой стороны, это очень хорошо. Мы это всячески приветствуем. Поэтому куча колясок. Знаете, как сила державы определяется не количеством ракет и танков, а детскими колясками, наличием детских колясок на улицах города или страны. Поэтому мы с этой точки зрения очень благополучны. Сейчас выйдете, огромное количество детей. Всегда верю. Да. Это очень приятно. Вы будете сегодня в храме? Будете поздравлять вместе? Сегодня буду, да. Но сначала у меня домашние дела, а потом уже вечером пройдемся. Всего вечера служим. Всего вечера. Всего вечера. Обязательно буду. Давайте с вами поздравим всех жителей совхоза и россиян. Вы известный человек в России. Давайте, да, поздравим. Кандидат в президенты. Слушайте, я директор совхоза. Другое дело, что в нашей жизни не так много осталось вещей, которые нас объединяют. Нас пытаются все время разъединить. И вот Рождество – это как раз общий такой нас праздник, который объединяет без исключения всех. Поэтому я вас всех поздравляю с наступающим Рождеством. Желаю, главное, здоровья, чтобы Новый год, который мы встретили, оказался более счастливым, чем предыдущий. Ну и чтобы все мы помнили наши корни и помнили, что мы должны делать с точки зрения нашей веры, православия. Так что всем праздник, с праздником всех, всего самого хорошего. С Рождеством Христовым. С Рождеством Христовым.